Всем здравствуйте, добрый вечер. Мы начинаем презентацию программ немецкого фонда международного строительства СЭС. Мы будем говорить о том, для чего они нужны, как помогают и о том, как могут украинские бизнесмены выйти на европейский рынок. Наши спикеры Михаил Колосенко, председатель компании LEDLIFE, украинского производителя светодиодной продукции для бизнеса. Фриц Шульте, старший эксперт СЭС, эксперт разработки бизнес-стратегии, организации, реорганизации, оптимизации бизнес-процессов. И Наталья Яковлева, представитель проекта Team Europe. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Фриц. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста. Мы начнем с самого начала. Я, слава Богу, вижу здесь довольно-таки много знакомых лиц, вижу новеньких. Я очень рада вас видеть на этом мероприятии, понимая прекрасно, что в пятницу, ну, раз вы пришли, значит, что-то вас интересует. И начнем мы с того, что сейчас Харьков такой вот передовой регион по евроинициативам. И для того, чтобы эти евроинициативы к вам дошли, вам принесли пользу, сформирован специальный проект, который называется Team Europe. Цель этого проекта – донесение информации о существующих возможностях и донесение так, чтобы вы смогли этими возможностями воспользоваться. Этих возможностей, слава Богу, сейчас много. И вот перед вами как бы результат симбиоза этих возможностей. Михаил был участником первой части проекта, проекта Fit for Partners in Germany. И когда он начал готовиться к этому проекту, он узнал о том, что есть еще… А проект состоит в том, что можно поехать и поучиться в порядка четырех недель в Германии за деньги Министерства экономики и энергетики. И когда Михаил начал к этому проекту готовиться, он узнал, что есть еще и зеркальный проект, когда сюда можно пригласить представителя опытного, уже отработавшего в Германии много лет. Он подал заявку, и по этой заявке пришло резюме, насколько я понимаю. Михаил созвонился с… ну, я так понимаю, провел приговоры по скайпу. А самое главное, непосредственно в Кюльне, если я правильно помню, ты уже встречался с господином Фитцем. Да, поэтому я передаю непосредственно слово Михаилу, и он расскажет, как это было. Добрый день всем. Приятно быть результатом симбиоза. Я хочу сказать, что для начала проекта мы очень довольны. О том, как это все происходило, буквально в двух словах, сейчас поведаю в своей презентации. Меня попросили ее подготовить. Поэтому, во-первых, всего бы этого не было, если бы здесь не было мистера Фрица Шульта, поэтому давайте его поприветствуем. Итак, я думаю, что большинство из вас прекрасно понимают, что Германия является одной из самых развитых экономик. Если посмотреть на этот график, здесь показан воловой национальный продукт, и Германия здесь имеет довольно-таки критическую долю, максимальную, 20%. Но если разобраться в структуре ВВП Германии, то выясняется одна очень интересная вещь. Дело в том, что почти 70% ВВП этой страны приходится на сервисы, то есть на услуги. Вопреки всеобщему мнению о том, что Германия – это больше все-таки промышленная страна, она сфокусирована на автомобильной промышленности, на промышленности разного рода электронных устройств. На самом деле это не так. Так вот, когда я об этом узнал, в первую очередь меня этот факт очень сильно зацепил, и захотелось разобраться в том, как они зарабатывают на сервисе. Хотелось понять, как на этом делаются деньги, тем более основные. И, собственно, вот это было основным стимулом – перенять этот немецкий опыт и поставить его на наши рельсы, подумать, как мы можем воспользоваться их опытом для того, чтобы тоже начать на этом зарабатывать. То есть цели, как у любого бизнеса, были очень прагматичные. Ну, теперь буквально несколько слайдов, чтобы вас повеселить, как немцы воспринимают сервис. Причем это сервис их глазами. Ну, знакомая картинка, вы знаете все, что немцы очень любят футбол, они болеют за свою команду, в частности Ангела Меркель регулярно посещает матчи своей сборной. Так как думаете, какие эмоции, какой уровень сервиса может выражать эта картинка, эта фотография? Идеи нет? Нет идей. Ну, на самом деле, это совершенно обычный уровень, стандартный. Это когда, допустим, вы что-то пообещали клиенту продать какой-то товар, допустим, и вы сделали это четко вовремя. Ничего сверхъестественного. Это просто обычно и нормально. Но когда вы делаете нечто большее, когда вы можете предвосхитить ожидания своего клиента, когда вы можете что-то добавить к этому, причем то, что он не ожидает, то это выглядит вот так. Вот это вот сервис по-немецки. Я, в принципе, хочу, чтобы вы запомнили этот кадр, потому что он очень явно отражает, наверное, подход немецкий и немецкое отношение. Немцы – народ очень сдержанный в своих эмоциях и очень критично настроенный. И угодить немцу очень сложно. Гораздо сложнее, чем представителю какой-либо другой национальности, например, нам или полякам, или венграм, восточным европейцам. Немцы очень щепетильны, очень требовательны. Поэтому, если вы посмотрите на лица людей, которые сидят рядом с ней, то вам станет понятно, да? Так вот, в данном случае мы стремимся именно к такому уровню. И мы пригласили Фрица Шульта для того, чтобы научиться делать так, чтобы даже немцам пёрло, даже немцам нравилось работать с украинской компанией. И забыл сказать, да, это все делается еще и ради того, что мы стремимся выйти на европейские рынки со своим украинским продуктом. И изначально ставим перед собой высокие цели и стремимся к этим стандартам. Понятное дело, что мы далеки еще от этого, нам туда еще идти и идти. Но, опять же, когда есть цель, тогда идти гораздо проще. Когда есть понимание того, что тебе нужно сделать для того, чтобы к этой цели приблизиться, то и движение становится более осмысленным, простым, понятным. В общем, делали мы все ради этой светлой цели. Теперь, что касается конкретики. Когда я впервые увидел резюме Фрица Шульта, оно содержало очень мало информации. Действительно, как говорит Наташа, я захотел с ним созвониться, пообщаться и понять, насколько вообще, в принципе, мы подходим друг к другу, насколько мы можем быть интересны. Стало понятно, что этот человек с огромным опытом. В частности, мы работаем в светотехнике, причем в инновационном сегменте светотехники. Мы производим в Украине светодиодные источники света и осветительные приборы. Стало понятно, что опыт этого человека, более чем 30-летний опыт работы в отрасли, в высококонкурентной отрасли немецкой светотехнической промышленности, будет нам крайне полезен. Фриц Шульта работал в компании Трилюкс. Это компания, которая входит в десятку крупнейших производителей осветительного оборудования в Германии. Оборот этой компании за 2015 год составляет более 600 миллионов евро. Понятно, что с украинскими реалиями это коррелируется очень отдаленно. Но компания глобальная, компания представлена в 50 странах мира, насчитывает более 5000 сотрудников. То есть это бизнес совсем другой, в отличие от того, который у нас. У нас в компании порядка 60 человек. То есть мы по украинским меркам скорее относимся к формату среднего бизнеса. Но, тем не менее, Фриц работал в департаменте финансов. Он занимался организацией продаж в Восточной Европе сразу после падения Берлинской стены. Он занимался открытием представительств компании в Австрии, в Великобритании. Ну и делал много функций, присущих general management. Поэтому, когда мы его позвали, мы захотели, в принципе, чтобы он провел диагностику каждого департамента нашей организации. Он посвятил полный рабочий день работы, допустим, с финансами, с продажами, с производством, с закупками. И дал свои предложения относительно того, что, на его взгляд, у нас работает нормально, а что стоит изменить и каким образом эту деятельность стоит гармонизировать. То есть он приехал 15 октября, с 17 мы начали работать. И сегодня утром только я получил отчет, с которым я еще не до конца успел даже ознакомиться. То есть он работал у нас две недели. И завтра мы встречаемся специально для того, чтобы пройтись буквально по всем пунктам этого отчета и составить конкретный план действий, который станет основой для построения дальнейшей работы нашей компании. Отчет на английском. А вся работа вашего эксперта на предприятии на каком языке идет? Тоже английский. К счастью, у нас много англоговорящих людей. То есть у вас такой прогрессивный молодой персонал? Ну, в общем-то, да. В тех случаях, когда требовался перевод, мы это включали, но это было, по-моему, один раз. Спасибо. Вот. Что еще хотел сказать? Да, что очень важно. Вы видите перед собой зрелого человека, но этот человек удивил меня тем, что он обладает огромной энергетикой. И энергией вообще. То есть то, что он делал, ему очень нравилось. Он, не скрывая это, говорил, когда ему что-то не нравилось или что-то не устраивало, он приходил и говорил, знаешь, вчера было плохо, такой был один случай. Мне не понравилось, как люди отвечали на мои вопросы. Я задаю конкретный вопрос, не получая конкретного ответа. Надо что-то с этим делать. Позвольте, я опять вас перебью. А как в целом выглядел рабочий день вашего эксперта? Это был полный обычный рабочий день на вашем предприятии? Ну, мы заранее составили график. Мы согласовали этот график с разными функциями организации. То есть каждый руководитель отдела, в принципе, знал заранее, когда он будет встречаться с мистером Шульте. И таким образом планировал свое время. Спасибо. То есть, как правило, вопросы всегда задавал он. То есть, было тогда, вопросы здесь задаю я. Он задавал вопросы, он собирал информацию. И это не выглядело в виде прессинга. Некоторые люди сначала опасались, что нам за это будет, если мы расскажем какие-то секретные тайны. На самом деле, спасибо всем моим коллегам за то, что они были очень открытыми, смогли поделиться всей информацией. Это нам очень поможет. Это не типично для нашей организации, ну, вернее, это не типично для нашей страны, но, скорее, это типично для нашей организации. Это одна из наших таких, я считаю, фундаментальных ценностей, когда мы стараемся быть максимально открытыми как внутри организации, так и снаружи. То есть мы всегда зовем всех своих потенциальных партнеров к себе на завод. Мы не стесняемся ничего того, что у нас там происходит. Вот в данный момент у нас там идет стройка, там кирпичи, грязь, цемент. Но при этом производство не останавливается. Нас это не смущает. То есть мы не хотим демонстрировать красивую картинку, мы хотим показывать, как мы развиваемся по-настоящему. Правильно ли я понимаю, что базовые задачи, которые Вы поставили перед старшим экспертам, это задачи стратегического анализа и подготовка выводов, и следующая имплементация уже будет идти Вами? Так и есть. То есть долгосрочная цель – это выход на европейские рынки. Но этой цели предшествует еще глубокая такая внутренняя работа. То есть выходить на рынок Европы неподготовленным – глупо. И дорого. Глупо, дорого, бессмысленно. У нас был сначала такой размах широкий эгегей, но сейчас мы понимаем, что в принципе нам стоит действовать более осмотрительно, осторожно. И мы определили для себя такой узкий плацдарм, по которому мы пойдем. Я думаю, теперь перейдем к сессии вопросов и ответов, или мы отдадим слово нашему… Я думаю, имеет смысл, потому что он слушает, не понимая, о чем речь. Да. И… Мистер Шульта, я поговорил о том, что произошло в эти две недели, и может быть, Вы дали нам какие-то впечатления о ситуации в нашей компании и в Украине, например. Вам переводы нужны, или Вы все понимаете, нужны? Я буду переводить. Во-первых, хочу извиниться за то, что я не говорю на Вашем языке. Не так просто говорить по-английски, но тем не менее я это делаю. Когда я впервые получил заказ на работу с LED Life, в первую очередь я решил изучить ситуацию в Австралии. Потому что ситуация в стране так или иначе влияет на ситуацию в компании. Но при этом задание компании противостоять негативному воздействию внешней среды. Мы, эксперты СССР, всегда стараемся перенести свой опыт, свою экспертизу. И поэтому я старался внести свои предложения, основываясь на своем опыте, что я конкретно могу сделать для того, чтобы эта компания могла развиваться лучше. И я считаю, что у компании LED Life есть большая возможность расти на своем рынке. Я всегда сравнивал ситуацию в компании LED Life со своим опытом, когда я начинал, когда это была маленькая компания. И я всегда рассматривал LED Life как компания, которая должна предпринять определенные шаги, чтобы стать мощным, сильным партнером в течение ближайших пяти лет. И, пожалуйста, извините, когда я не говорю в деталях, но я думаю, что что-то должно быть сделано. И тогда я уверен, что многие другие люди могут работать для LED Life. И всегда быть уверен, что это задача любой компании, чтобы дать работу для людей, а не дать людей. Говорит, я прошу прощения, что не буду делиться с вами всей информацией в деталях, но при этом у LED Life большие возможности. Я думаю, что в этой компании в ближайшее время сможет работать больше людей и ни в коем случае эту организацию не коснется сокращения. Она будет только расти. Я так понимаю, вам это греет душу, да, Михаил? It's all pleasure for you, Михаил. And I'm sure when we were met in five years, we see another company and all the employees of today will be happy about the development in this time. Я думаю, что когда мы встретимся с вами через пять лет, все сотрудники будут счастливы, организация будет больше, и мы увидим совсем другую компанию. Okay, that's for now. If you have questions, I would be pleased to answer. Пока это все. Если у вас вопросы, пожалуйста, задавайте их, с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руку, я подойду с микрофоном. Причем, когда вы будете задавать вопросы, вы говорите, к кому вы адресуете, мне, Фрицу или Михаилу. Давайте. У меня вопрос к Михаилу. СЭС достаточно серьезная и интересная программа, которая требует некоторой подготовки, прежде чем вы будете участвовать в ней. Мне интересно, какие цели на этапе подготовки вы ставили, и каких результатов вам удалось достичь в ходе этой программы? Что касается подготовки, то, наверное, подготовка заключалась в том, что мы к этому специально не готовились. Вам просто повезло, да? Это правда. Но мы не хотели показать какую-то красивую картинку, мы просто позвали человека для того, чтобы он, наоборот, помог нам навести порядок. Поэтому делать какой-то косметический ремонт для того, чтобы провести показательное выступление смысла не было. Это все равно, что ты приходишь к доктору и делаешь вид, что ты не болен, если ты болен на самом деле. Ну, это такая грубая аналогия, но, тем не менее, это факт. То есть вы заранее там двери не красили? Ну, я же говорю, что да. Мы ничего не красили, у нас идет стройка на заводе, мы сейчас переделываем офис, работаем с дизайнерами. То есть мы в процессе решения каких-то своих вопросов. При этом у нас активный сезон, но все, кто связан с освещением, знают, что осень – это такая жаркая пора. У нас есть целый ряд вопросов роста. То есть мы не успеваем производить заказы какие-то, мы сразу придумываем какие-то решения, как это делать. Мы советовали с фрицем, как лучше действовать в этой ситуации, предпринимали какие-то шаги. То есть такой нормальный рабочий процесс, никаких показательных выступлений. Из подготовки только то, что мы забронировали отель, вот мы встретили его в аэропорту. Перед тем, как поселить его в гостиницу, мы купили ему кулек яблок, и он счастлив был. Пожалуйста, может быть еще вопросы. Пожалуйста, а почему вы остановили свой взгляд именно на этом эксперте? Или вам одного из одного дали, или вы нашли того единственное неповторимое? Пожалуй, нам повезло, нам дали одного из одного, и мы сразу поняли, что это оно, да. Это он. Вы только представляете, что это нужно. Компания Лайтек, Вадим. Хотел бы все-таки уточнить, ну, я слышал общие слова, о том, как все или плохо, или хорошо, что надо. А может какие-то подробности? Вот что эксперт у вас нашел не так? Поподробнее, да. Потому что вы не просто так его пригласили, и он не просто так у вас за неделю находился. Хорошо. Причем как желательно так по позициям, то есть производство, ну, или сбыт, финансы. Ну, как-то чтобы мы получили какую-то, хоть какую-то практическую информацию, а не просто о яблоках и о чем-нибудь еще. Я понял. Окей. Отвечать будет Фриц. Я получил твою ответственность, и я рад, что ответить. Я всегда нашел хорошие вещи, но вся хорошая вещь может быть сделана лучше. Я нашел хорошие вещи, но все они должны быть сделаны. Но я отвечу. Вадим, коснулись производства, самая глубокая тема для нас сейчас. Что конкретно он подсоветовал нам и что он нашел, да? Мы сейчас, в принципе, переживаем какой-то очередной свой скачок роста. И вот на данном этапе, пока мы не заселились в новое помещение, у нас есть определенный пик производственных мощностей. Он достигнут в сезон, да? И вот сейчас, собственно, нужно было принять решение, как мы получим эти экстра объемы. Либо мы начнем работать в две или в три смены, либо мы каким-то образом перестроим технологию сборки, либо мы, допустим, ничего не будем делать сейчас, а дождемся того периода, когда мы все-таки переедем. Вот, собственно, мы очень детально проработали этот процесс. Во-первых, что касается дальнейших шагов по предусмотрению экстра производственных мощностей в будущем. Мы уже сейчас с помощью Фрица работаем с одной и той же немецкой компанией по построению процесса автоматизации сборки определенных продуктов. Что касается текущей ситуации, то Фриц проанализировал действующий технологический цикл, выявил боттлнеки, узкие места, бутылочные горлышки, и подсказал нам, где нам необходимо уже сейчас усилить этот участок каким-то дополнительным персоналом для того, чтобы производить больше. Вот, ну, это конкретика по поводу производства. Ну, в принципе, там есть еще целый ряд вопросов, если интересно будет, я могу рассказать, нет никаких секретов. То есть были реальные какие-то практические вещи. После того, как он наблюдал за тем, как мы собираем продукт, мы с ним анализировали, обсуждали, потом специально ехали еще раз на завод, еще раз смотрели это узкое место и тут же принимали решение, что мы будем делать с этим. Вот так. Михаил, а как Вы думаете, ну вот Вы же опытный же производственник, если бы не было совета иностранного эксперта, Вы бы вводили эти изменения? Я думаю, что да, но какие-то процессы происходили бы медленнее. Медленнее, да? К каким-то вещам, наверное, нам бы стоило прийти и где-то мы были, опять же, жертвой своих стереотипов. То есть нам казалось так правильно и мы планировали дальше так жить, да? Это вот один из результатов. Мы всегда, когда приезжают к нам сэсэксперты, проводим пресс-конференции. И вот первое, что говорят производственники, это одно из важных, это все-таки трезвый и очень профессиональный взгляд со стороны. Потому что сам, когда находишься внутри системы, ты к ней привыкаешь. Ты привыкаешь, и вот другие варианты, они иногда просто исчезают, ну вот не видишь их, что они существуют. Я очень хорошо помню, когда полиграфический, директор полиграфического комбината сказал, ну вот мы так уж и привыкли, и вот оно так и будет. Да, может быть, где-то через год я бы ввел бы эти изменения, но когда мне вот показали прямо на рабочем месте, что быстрее и результативнее так, мы бы это быстро приняли, и прекрасно все работает. Ну так и есть. Ну и, Наташа, задавали вопрос относительно того, насколько там он был корректен, политкорректен, и говорил ли он только приятные вещи некоторое время назад. Нет, в Германии так не принято. Ничего такого, да. Он называл всегда вещи своими именами, он был достаточно прямо линеен, ну, как я уже говорил. Когда ему не нравилось, он приходил и говорил, это фигня, так не работает. А как в немецком фигня? Я спешу, я просто. Вот, поэтому ценность была в том, что он был честен, прямо линеен и открыт. Вот, вот, это было важно для меня, я так понимаю, ему важно было то же самое получать от сотрудников нашей компании, ну, в принципе, на этой базе все было построено. Сейчас самое важное – воспользоваться всем тем багажом знаний, которые мы получили, которые саккумулированы уже в отчете, имплементировать, внедрить это в жизнь. Вот, с чем-то я, возможно, буду не согласен, что-то мы сделали уже, не задумываясь вообще, что-то мы сделаем в ближайшее время. Спасибо, еще есть ли вопросы? Да, и последних, наверное, два, потому что уже полчаса мы с вами беседуем, то есть время улетит быстро. Я думаю, что, наверное, один из важных вопросов, который волнует всех, о перспективах, я думаю, вашей продукции, ну, о продажах Евросоюза. Была ли такая задача и как была ли она реализована? Понятно, что за две недели все сразу не получится, но в целом была ли задача помочь с выходом на рынок ЕС или не было такой? Скажем так, изначально целью программы была разработка стратегии выхода на европейские рынки, но учитывая наш предыдущий опыт, учитывая то, что мистер Шульте смог наработать, скажем так, в нашей компании, мы поняли, что глобально о выходе на рынок Евросоюза пока говорить еще рано, это трезвая оценка. Но что касается, опять же, неглобального, мы уже начали работать с Польшей, и мы не собираемся это прекращать. Мы уже начали работать с Германией, и мы тоже не собираемся это прекращать. Просто о какой-то широкой экспансии речь не идет. Если говорить о Польше, то у нас там есть уже надежные партнеры, и мы понемножку начинаем развивать этот бизнес. Мы каждый день находим какие-то новые капканы, мы видим какие-то трудности и пытаемся с ними бороться. Но, скажу так, мы занимаемся Польшей уже где-то больше года, мы уже приобрели большой опыт, мы понимаем, что нужно делать в этой стране. И сейчас, если говорить конкретно об этом рынке, там нужно просто предпринять определенные действия для достижения уже системного результата в плане сбыта. Если говорить о Германии, там ситуация более сложная. Эта страна сама по себе более требовательна как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения сертификации. Вот на данный момент по Германии мы находимся на этапе сертификации продукции по стандарту VDE, VDE в Германии это называется. Это немецкий стандарт электротехнической продукции, профессиональный. Если для Польши достаточно стандартного значка CE, то Германия это не воспринимает. То есть они говорят о том, что там спасибо, это знак для потребительских товаров, вы в принципе можете это продавать в каком-нибудь магазине, но если вы говорите о том, что вы поставляете продукцию на предприятие, в организации, то у нас есть свой стандарт, будьте любезны. Мы с лета занимаемся вопросом сертификации, на данный момент мы еще даже не пришли к какому-то конкретному предложению. То есть они очень бюрократизированы в этом отношении, они достаточно медленны, это особенность Германии. И вот что касается стандарта VDE... Это не медленный, это мы дуже быстрые. Что касается Фрица Шульта, то я надеюсь, он нам сможет помочь как-то раскачать эту машину. А еще скажите, пожалуйста, какие затраты принесла ваша компания? Если это не тайно. И они вот по приезду робота, эксперта управления? Яблоки, гостиница, ну и то, что требует в принципе программа, это суточная минимальная и компенсация питания. Ну это очень небольшие затраты, это было... Ну кроме гостиницы, Харьков, вот там все знают тарифы на номера, мы заплатили 120 евро, по-моему, тотал. То, о чем говорит Михаил, суточные, на самом деле в этом проекте вообще веселые, это смешные, такие ровно 5 евро на целый день. Поэтому вот эти 120 евро, вот они вот. Да. Мы делали экскурсию по Харькову с Максимом Розенфельдом. А, ну тогда, да, это имя, да. Хороший выбор, лучший. Да, было очень холодно, он сильно замерз, но... Это было очень холодно, сегодня мы были экскурсии на карте. А можно важный вопрос? Это был ваш первый visit в нашу страну? Да, это был мой первый visit в вашем стране. Вы поняли мой вопрос, да? И я был очень удивлен, в том, что позитивное. Но я думаю, особенно ваша город, это имеет так много преимущества. Например, когда вы идете на главную улицу, по-русски, по-русски, вы увидите так много красивых домов, и в стиле, мы говорим в Германии, «Jugendstил», из 19-20. Вы можете увидеть эти домы, по-русски, очень интересные, когда вы увидите их, по-русски, по-русски, интересно. И я задавал вопрос, почему не Каркев не имеет никакого информации туристы? Почему не Каркев не имеет информации туристов? Почему не Каркев не имеет более популярность, которые вы имеете в виду? И я думаю, что туристы будут счастливы, чтобы приехать сюда, чтобы увидеть город, и особенно прекрасные люди. Бренд Харьков не особенно известен в мире, и человек из Германии мало что знает об этом городе. Но при этом он считает, что здесь есть что посмотреть, здесь много красивых зданий, здесь много достопримечательностей, которые бы привлекали туристов. Поэтому у Харькова есть огромный потенциал. Но сложно было ему сориентироваться в некоторых ситуациях. Вот он, например, рассказывал мне о том, что он в прошлое воскресенье ходил в оперный театр, и билет на русском, ни один человек не говорит по-английски, и дама-консьержка, просто уже когда поняла, что он заблудился, схватила его за руку и привела на место, сказала, садись здесь. Поэтому, когда вы приглашаете себе иностранного эксперта, подумайте над тем, как вы обеспечите его досуг. Потому что именно то свободное время, которое у человека есть, это дополнительные впечатления, дополнительные инвестиционные плюсы в следующий приезд. Потому что по проекту разрешено приглашать этого же эксперта к себе второй раз, но не сразу же. И плюс у нас очень хороший результат работы. Уже пока даже Шульта здесь звонили из одного из крупнейших производителей, это Ватра, Ивана Франковского, Тернополь. Тернополь. Заинтересовавшись результатами, они уже, как я говорю, встали в очередь на этого же эксперта. Потому что, ну, в Харькове, знаете, есть такое выражение, замечательно, получилось Харьков и получится везде. Поэтому тут мы впереди планеты всей, и я, наверное, порадую вас всех. По итогам 2015 года наш город занял второе место в Украине по количеству приглашенных к нам и отработавших иностранных экспертов. Это был в 2015 год, когда только-только сняли секьюрити-алерты. Первый город был Львов. Он, по-моему, то ли на одного, то ли на два человека нас обогнал. Поэтому нам есть что показать, есть куда приглашать экспертов. И сейчас у нас на самом деле рекорд. Одновременно сейчас работают два эксперта, один у Михаила, один у Хнуры, а ночью прилетает самолет, где приезжает эксперт, который будет работать в банковском институте. То есть одновременно в Харькове будет трое. И вот там вот сзади спрятался Дима Кольчик, он хочет их всех собрать в одном месте и тоже организовать. Мы поговорили о том, что может быть визит для других экспертов, потому что они здесь, в Окинарной сети. Поэтому сейчас мы очень надеемся, что успешный результат 2015 года будет закреплен в 2016. И очень призываемся к тому, чтобы пользоваться тем опытом, который дает немецкая экономика. Ну еще пару вопросов. Есть ли вопросы, комментарии? Как это воспользоваться? Да, как вообще это обязательство? Вы заполняете заявку, в которой... Вот, Миш, расскажи, как ты заполнил заявку. Мне прислал заявку Дима Кольчик. Дима, покажись, чтобы тебя люди видели. Просто присылается бланк заявки. Вот заявку, как будто на... Ну, вот заказ вы хотите сделать. Да, да. Простая достаточно форма. Ну, действительно, проще всего, наверное, Дима с тобой, да, коммуницировать по этому поводу. Вот. Заполняется форма. Центральный офис программы находится в Бонне. Программа насчитывает порядка 8 тысяч экспертов. Это вся их база. В течение какого-то времени они подбирают определенные кандидатуры и связываются с вами для того, чтобы их согласовать. Если вы находите человека, который вам потенциально интересен, вы можете связаться с ним, познакомиться, ну и, соответственно, пригласить. То есть, это у меня были какие-то там избыточные завышенные требования. То есть, я захотел с ним созвониться, захотел с ним пообщаться. По-моему, пару раз общались по телефону здесь, в Украине. А потом, когда мы были в Кёльне, мы тоже два раза встречались. То есть, мистер Шульте ехал в Украину уже с конкретным планом действий из Германии. А как он добирался? Летел до Киева? Он летел до Киева, потом до Харькова. Прилетел, да? То есть, вы встречали уже в аэропорту? Да, программа полностью покрывает перемещение. То есть, авиаперелет, медицинская страховка, это все берет на себя программа. Да, у меня вопрос, наверное, к Наталье, как более организационной стороне, и к Михаилу, как к компании, которая уже имеет какой-то опыт в СЭС. Какие рекомендации вы можете дать другим компаниям, которые только собираются участвовать в этой программе? Ну, из рекомендаций, на самом деле, очень хорошо понимать, что к вам приедет очень взрослый и очень опытный человек. Если вы, вот, вести себя такой царь-царевич, король-королевич, и боитесь возражений со стороны опытного специалиста, ну, тогда, наверное, не нужно. А с точки зрения организации, ну, я сколько, вот, третий год работаю с проектом СЭС, не было ни одного сбоя, было все замечательно, прекрасно организовано, но это же немцы. Понятие немецкого качества, немецкой пунктуальности, это, по-моему, притчевый язык, ну, и Михаил сам подтвердил, что все было просто замечательно. Что от себя добавлю? На самом деле, очень важно быть готовым к тому, что вам нужно быть открытыми, вот, вам не стоит ничего прятать, тогда в этом есть смысл. То есть, показать, привести человека, который просто поднимет статус и престиж вашей компании, там, например, тем, что вас посетил немецкий эксперт, ну, смысла нет. Это можно сделать каким-то другим способом. При этом, если у вас действительно есть цель меняться, вы готовы слышать не самые приятные вещи в свой адрес, а потом это делать, да, тогда это ваш путь. Тогда можно звать человека. Эти люди, поймите, они мотивированы уже несколько другими вещами. То есть, их не интересуют деньги, их не интересует слава. У них мотиватор такой, им важно ставить какой-то значимый след на земле и передать свой опыт. Если говорить вот о мистере Шульте, то летом, как говорил Антали, мы были в Кёльне, а он живет в городе Арнберг, который находится в 140 километрах от Кёльна. Он ездил ко мне несколько раз на машине, это была его инициатива, то есть, это взрослый, состоятельный, обеспеченный человек, и им движет другое. Я хотел сказать, что это такой чистый порыв, ему хочется увидеть изменения, увидеть результаты своей деятельности через какой-то период. Я надеюсь, что через 5 лет он действительно сможет увидеть другую компанию здесь. Спасибо. Спасибо о том, что рассказали. И надеемся, что этот опыт будет передаваться дальше, и другие найдут его применение в своем деле. Благодарю. Спасибо.